Есть такая сказка, Марианна, очень популярная в Америке, о том, как Гринч украл Рождество. Вот Дональд Трамп считает, что в современных реалиях Гринч это либеральная общественность, те, кто борется за политкорректность и лишают людей традиций. Знаешь, мне это чем-то напоминает Россию. У нас тоже ведется активная, если не сказать агрессивная, политика по сохранению традиций и семейных ценностей. Но в случае США конфликт возник на почве формулировок. Рождество или просто праздник? Какие выбрать слова, когда хочешь поздравить окружающих с наступающим? Денис Чередов обошел праздничные улицы самого крупного либерального мегаполиса Америки. И чего ему только не желали. Рождественский рынок на площади Юнион-Сквер в Манхэттене. Продавец Марк еле справляется с потоком клиентов. Торговля идет хорошо. Это давно стало традицией дарить на Рождество шапку-ушанку или красный шарф. Правда, в последние годы, говорит Марк, на вполне привычное Merry Christmas многие покупатели отвечают гробовым молчанием. Я привык слышать и говорить с Рождеством. И если это кому-то не нравится, то приходится пробовать выражение счастливых праздников. Как-то так. Речь идет о той самой политической корректности, которую с новой силой обсуждают в американском обществе. Спорят о том, как лучше поздравлять друг друга с праздниками, чтобы не оскорбить чьи-то чувства и не задеть человеческое достоинство. Как ни крути, обижаются многие. В первую очередь консерваторы. Мол, у нас украли Рождество. С какой стати, говорят они, упоминание Христа вызывает неловкость в обществе. С каких пор символ «чуда и добра» стал проблемой? Фермер Рик признается, что мало интересуется вашингтонскими событиями. Последние 30 лет он занимается сельским хозяйством и редко вчитывается в новости. Однако термин «политкорректность» коренной житель Нью-Йорка еще как понимает. Политкорректность в Америке важна. Мы стараемся говорить больше о чувствах, используя слово «наслаждайся», «enjoy». К примеру, я часто говорю людям «наслаждайтесь праздниками». Провожая покупателей, я всегда вдогонку произношу несколько фраз. С Рождеством, с Новым Годом. Многие отмечают оба праздника. Но кто-то отмечает Хануку, поэтому всегда добавляю «счастливой Хануки». Ну, то есть, если ты захочешь порадовать всех, то приходится прощаться в течение минуты, как минимум. Большинство же предпочитают нейтральное и краткое «счастливых праздников». Такие люди, как Дональд Трамп, считают, что политкорректность от лукавого. И вот уже лично президент США подливает масло в огонь предрождественских противоречий. Еще как кандидат он не раз заявлял «называйте вещи своими именами». И вот теперь, поселившись в Белом доме, он объявляет «война с Рождеством закончена». Вы знаете, у нас сейчас прекрасный рождественский сезон, и мы больше не будем говорить это другими словами. Я имею в виду, что ты якобы не можешь сказать «в открытую» с Рождеством, потому что это будет неполиткорректно, ведь нужно говорить «счастливого Нового года». Но все, мы говорим с Рождеством опять. Если верить опросу, проведенному Американским университетом Монмун, то большинство граждан услышали своего президента. 67% опрошенных заявили, что предпочитают говорить «с Рождеством». 25% склоняются к универсальному варианту «счастливых праздников». И лишь 5% сказали, что не прибегают к праздничным формулировкам вообще. Ну вот конфуз. Дочь президента Иванка. Яркий представитель относительно либерального крыла в окружении Дональда Трампа выложила на своей страничке в Твиттере несколько праздничных снимков с подписью «счастливых праздников». А ведь отец просил говорить «с Рождеством». Позже в ее аккаунте появились и вот эти семейные фотографии, сделанные в Хануку. Иванка Трамп, рожденная в Нью-Йорке, принявшая иудаизм, игнорирует призыв президента. И это вполне объяснимо. Типичный подъезд многоквартирного дома в Нью-Йорке. В городе, который часто называют плавильным котлом. Потому что здесь живут самые разные люди. И все они заслуживают уважения к своим принципам и традициям. Чтобы не обидеть никого из жильцов, здесь управляющая компания решила учесть разнообразие взглядов и вероисповеданий. Для христиан установлена елка и рождественский венок. Для иудеев на столе ханукиян. Для тех, кто не верит вообще, партье политкорректно желает хороших праздников. Ильдар Гемодиев один из тех, кто ни в кого не верит. Он атеист. Приехал в Нью-Йорк 13 лет назад. На родине в Татарстане с преимущественно мусульманским населением его почти никто не понимал. А вот в Америке Ильдар может жить, как считает нужным. И свободно выбирать, кого ему поздравлять и как. Если иудаизм, там одни определенные рамки мусульманства, да, одни определенные рамки христианства, другие рамки. Я не люблю рамки. Это без того жизнь в рамках. Но есть версия, что политкорректность в поздравлениях придумали вовсе не атеисты, не живущие в Америке иудеи или мусульмане. Вообще не те, чьи чувства, предположительно, могут быть задеты. А бизнесмены. Вот, например, Мэйсис, одна из самых крупных торговых сетей в США. Еще несколько лет назад руководство магазина приняло решение отказаться от прямых указаний на Рождество Христова. Ни тебе Мэри Крисмас, ни уж тем более библейской символики. Предновогодние распродажи приносят Мэйсис миллионы долларов. И христианские традиции, считает руководство гигантской сети, не должны отпугивать тех, для кого 25 декабря ничего особенного не происходит. Ведь очень возможно, что эти самые потенциальные покупатели отмечают Новый год. Зачем терять хорошую прибыль, когда можно просто изменить стиль декораций и немного скорректировать слова. Так что вечером на здании Мэйсис загорается надпись «Белив». Верь в кого угодно. Архивные кадры того же Мэйсис. 1964 год. Рождество повсюду внутри магазина. На улице под козырьками с изображением ангелов Санта-Клаус, призывающий всех что-нибудь срочно приобрести. Это уже кинохроника 90-х. Уличные павильоны декорированы сценами из Библии. И чуть ли не в каждом окне Санта и поздравления с Рождеством. В наше время всё изменилось. Те, кто просит выбирать выражение в празднике или в повседневной жизни, советуют борцам за сохранение традиций не сгущать краски. В Нью-Йорке у тебя всегда есть выбор. Вот, например, в центре Манхэттена желающим сфотографироваться с Сантой выдают поздравительные таблички. Если хочешь, делай снимок с надписью «Мэри Крисмас». Хочешь, пожелай всем просто счастливых праздников. На нашу просьбу поздравить РТВАй Санта-Клаус реагирует немедленно. Мэри Крисмас, РТВАй! Денис Чередов, Владимир Бадиков, Екатерина Катрикадзе. Телекомпания РТВАй, Нью-Йорк.